Ну а остальные участники решили поинтересоваться, что же связывает Василия Тодриха и Светлану Михайловну. Вот, Светлана Михайловна, не было бы, наверное, вопросов, но всё-таки вы ни с кем, кроме Василия, не уединяетесь, не гуляете, не кормите, в щёчки не целуетесь, поэтому все вопросы к вам. Элина, я не виновата, что нам легко общаться, и мы находим общие темы просто вот так вот. Ну я... Ребят, да, я не оправдываться не в чём. Вы понимаете, Светлана Михайловна сама хочет, потому что, я объясню, подожди, пообъясню, объясню. Саша, не надо за меня говорить, я говорю, я сама могу. Не говорю за вас, я говорю вашими словами. Когда к нам приезжал экстрасенс, Светлана Михайловна ему задавала вопрос, вот я женщина в разводе, вы можете ответить вот мне, будет у меня ещё роман или не будет, будет у меня мужчина или не будет, это же вы спрашивали. Ну что в этом такого? Разве это какой-то вопрос необыкновенный? Я же говорю, ничего такого нет. На что экстрасенс ответил, а как вы в разводе, я и сейчас вижу рядом с вами мужчину, который младше вас. Но ты перспектива или какой-то мужчина может быть рядом. Саша, ты мне скажи, а ты сам как к Вася относишься к тому, что вот вообще есть вариант, если рассматривать отношения, например, с присутствием Вася и Стоп-калкой. Слушай, это получается, мне к нему надо будет относиться как к папе. Ну вот и хочется понять, как ты к нему вообще относишься. Я к нему хорошо отношусь, на самом деле, но у нас довольно-таки приятельские отношения с Васей, я не могу к нему вообще плохо относиться. А давайте спросим у Тони. Тонь, как ты вообще к этой ситуации всей относишься, какие чувства у тебя внутри? Я вижу, что он там проводит много времени, и я знаю, есть ли ему комфортно с человеком общаться. Тонь, девочки. Вась, ну что я хочу сказать? Точнее не сказать, я хочу спросить, что происходит у тебя и у Светланы Михайловны. Вы всегда вдвоем. Вот ты скажи просто, насколько это все серьезно? Ой, ну все серьезно, все отношения, мне кажется, серьезными, каким бы они ни были. Но Светлана Михайловна, она очень интересный человек. Ну и симпатичная женщина, конечно же. Ну а как ты думаешь, она ждет от тебя чего? Ой, я думаю, она ничего не ждет. А я думаю, ты ошибаешься. Ты знаешь, так часто твердишь о том, что она просто для меня собеседник. Да, она красивая женщина, но у нас только дружба. Ты так часто об этом говоришь, что ей не оставляешь шансов говорить о чем-то другом. Она просто принимает и говорит, ну да, да, мы с Васей дружим. А я думаю, если бы ты проявил инициативу, повел себя как мужчина, а не как друг, я думаю, Светлана Михайловна бы особо не сопротивлялась. Ольга, ну я тоже так же, так же, как и ты думаю, по сути. Возможно, она бы как-то отреагировала на то, на мои ухаживания. Но я пока не допускаю мысли об этом. Ну это сладкое. Ну это хорошо. О, все, успокойся. Вот так вот здесь, Тоня, тяжело. Тебя понимаю, я тебя, знаешь, как понимаю. Насколько меня об этом спрашивают. Я уже сказала, что я не буду лезть в его жизнь. Ой, солнышко, ну не плачь, пожалуйста. Я понимаю тебе, как тяжело. Если бы я что-то могла сделать, сказать, чтобы тебя хотя бы не трогали. Я понимаю, что это вообще, я вообще даже не ожидала, что такая тема будет. И еще ты тут, и я, я сама, мне сама. Я уже сижу, я абсолютно молчу. Я думаю, я не буду высказываться в его сторону. Ну пусть вот мне, пусть все высказывается, пусть меня не трогаешь. Блин, просто издевательство, моя сладкая. Иди сюда. Успокойся, я тебя очень прошу, я тебя просила. Сама сказала, я бы в джинсах поехала. Мне, в принципе, как-то... Не, ну вот что мы это, выезжаем, надо как-то по-нормальному одеться. Угу, сейчас все платья мяты. Дай, руку. Да. Это страшно. Ну, хоть развеемся, надоело в этом педометре сидеть. Ну, в кафешку какую-нибудь, что-нибудь. Да, я думала, в магазин просто. Не, ну, не, вообще просто в магазин. Что-то вообще сон. Блин, привет, у меня губы надулись. Они же соленые, надо было руками чистить, а не кудам. Да, по сезону, конечно, я в больнице. Я тоже. Так что, ситуация наколена, но никто из них не может сделать шаг вперед, потому что резонанс, обсуждение. Нет, ты маме только не вздумай сказать, что тебе десяточку кинули, потому что она тогда не узнала. А, уже знаю, уже знаю, тут же все обсуждается. Они уже подружки. А там, знаешь, как раз. Пока ты ехала, у нас тут, как всегда, ты знаешь. Прикинь, мы изначально. Она хитрая, извините, примерно, она очень хитрая. Она побежала сразу, Тоня заплакала на стройке, убежала на стройке, она побежала за ней, успокоила, они за ручки такие пришли. А я еще говорю с Таней Михайловной, говорю, ну вы... Ну, они сидели, девочки сидели, к ним подошла, я говорю, пойдемте на стройку, что я уже... Ну, она мереально успокаивала, сидела. Ну, если честно, ну, куда тягаться, как бы... Естественно, она знает больше и способов, и уловок, и всего. Она взрослая, понимаешь, куда с нами-то? Ну да, у нее опыт-то. Естественно, она может вот в раз в счет. Так я-то это понимаю, я это и понимаю. Вот мне Диана, например, она говорит, да что ты думаешь, он ее рассматривает? А я-то понимаю, что она вот... Ну, она мудрая женщина, она гибкая, там, но он сидит целыми днями там у них. И я понимаю, что реально вот то, что он там с Дашей, например, на свидание ездил, я не верила, что что-то у него там... Получится. Я не верила даже, что они поцеловались. Но вот сейчас я смотрю, я верю, что что-то у них там... Ну, Даша похлевалась, что ли? Да, я вижу, как... Слушай, я тебе честно скажу, Светлана Михайловна, я думаю, что Вася больше где-то там мог порассматривать. И то, для интригующей истории здесь, чтобы тебя лишний раз щелкнуть по носу, кого ты потеряла и... Ты понимаешь, да? Я, если честно, подумала, что он пришел. Вот бывает же, девушки расстались с парнем, приходят на проект, чтобы он увидел, да, и как бы ее обратно. Так, а тут история по-другому, не бежишь. Она отправила анкету, он узнал, пришел на кастинг, ее там ждал, не увидела на кастинг. Прошел на проект, и я его взял, а потом она пришла сюда. А Саша Кобозов и Алиана Устиненко решили обманным путем организовать свидание маме Алианы и Вася. Ой, как же я, мама? В мой праздник. Что ты тут дал? Все у меня есть. Зай, ты отсюда. Слушай, ой, нет. Чего это вы здесь? Как это? А вы что тут? Мы, короче, поехали с мамой в магазин. Не, мы в магазин с мамой поехали, я говорю, давай на шкаф, а я смотрю. Какая неожиданность, да? Что ты будешь делать? Привет, привет. Джона Светлана. Хотите выпить что-нибудь? Перекусить? Мы тут трапезничаем. И я вот... Выпить и закусить? Вы меня просто... Слушай, ну, можно для начала выпить? Звонозная, да? Вообще, я встречу, да. Где будут встретить здесь вас? Я никак не думаю. Саша, тебя тут точно вообще... Я тебя так... Столик не видела. Вообще, такая... Я так рада. Такая, конечно, я тоже. Слушайте, ну, я безумно рад, конечно. Мы сидели с Светланой уже здесь. Да? Ну, значит, это уже не первый раз встречает. Мы когда на лошадях катались, мы возвращались обратно. А, теперь это будет вашим любимым, да, заведение? Кстати, я не против. Я надеюсь, что и вам здесь понравится. Здесь вкусная кухня, кстати. Ну, может, потом ответить. Ну, да. Мы тут обсуждали, да. Мы о вас, на самом деле, говорили. А нас? Я рассказывал, да, как мы вчера вот с котятами подружились. Мы первые, кстати, кто их увидел. Нет, мы первые их видели. Да, они еще когда-то только родились. Да, она их спрятала. Да. В общем, вы не подумайте, что это какая-то подстава. Нет, вообще. Просто вообще как-то так случается. Ты думаешь, мы так подругли? Удумаешься, да. Зайка, я так тебя рад видеть. Ну, пойдем с тобой. Пойдем. Пойдем. Слушай, я думаю, с чего он за улыбается так загадочно. Ольга Васильевна, ну, а вы вот все-таки думаете, у Васи, на самом деле, что настроен? С Тони помириться? Или со Светланой Михайловной уже просто постоянно со Светланой Михайловной гулять? Нет, мне кажется, что они... А зачем со Светланой Михайловной ему вот эти... Даже в феноми сходили. Мне кажется, Вася, вот, пока с Светланой Михайловной не приехала, мы с ним тоже много общались, мы с Джозлым так по вечерам сидели. Вася просто ищет общение. Ну, подождите, как? Он Светланой Михайловной выделял немножко в другом формате, нежели он с вами общался. Ну, да, мы-то просто беседовали. Ну, может, есть какое-то увлечение. Ну, так все. Не говори. Ты имеешь в виду, будут они... Вася будет в эту сторону или в эту сторону? Ну, вот просто понять, да, потому что у нее поступки, они, знаете, они очень расходятся. То есть непонятно, на самом деле, кому что у него есть. Вот я просто вас спрашиваю на тему. Нет, я вот, например, вижу, что у Васи чувства не остыли. Вот вижу я, реально вижу, что чувства не остыли. В Тоне, да? Да. Я просто... Тогда, зачем тогда вот это Светлана Михайловна? Знаете, все, просто я обратила внимание, когда вечеринка была, да, Тоня сидела там, ну, в комнате сечкаря. И когда вот это танцы-то обживили по парам, да, Вася начал танцевать с Таней полковой. А я захожу и говорю, это, Тоня, Вася танцует с Таней. И они, когда начали танцевать с Богданом, я увидела Вася поворачиваться. Ольга Васильевна, вы уже на прошествие рассказывали, да. Да, вы просто, знаете, посмотрите, получается, он с Тони все вопросы решил. То есть он ей там сказал, что все, между нами все там кончено, да, когда они ездили на свидание. Даша дал отворот-поворот. Ну, вот так случилось. А с Исланом Михайловым продолжает общаться? Пускай общаются, пообщаются. Они люди взрослые, пускай общаются. Мне действительно интересно, как девушек, как женщинам. Мне надо это отрицать. Но, опять-таки, понимая то, где мы находимся, я ни в коей мере не хочу тебя компрометировать или стать в какое-то неудобное положение. Я тебя поняла. Мне, единственное, тот момент мне понравился, что мне, как бы, опять стали спрашивать Тони, как она к этому относится, как она думает об этой ситуации, что она считает. Ну, естественно, Тони опять не выдержала, опять расплакалась. Но такой момент, знаешь, мне, как тебе сказать, не очень приятно. То, что я себя чувствую, ну, не то чтобы виноватой, ну, как бы, вот, не знаю, как будто я мешаю вашим, может быть, вашему соединению. Потому что я вижу, что Тоня, как бы, очень хочет вернуть ваши отношения, что у нее есть к тебе чувства. Мне вот, понимаешь, как женщине тоже больно смотреть, как она переживает, как она вот... Ну, я понимаю. Я не знаю, какие у вас были отношения, что между вами такое произошло страшное, что вы все-таки решили расстаться. Мне кажется, все равно Тони до конца, не знаю, поймет ли вообще когда-нибудь, но в данный момент она все равно до сих пор не понимает, что она тебя потеряла не совсем. Да, я хочу тебя успокоить. В любом случае, ну, ты не являешься причиной нашего расставания. Ты же знаешь всю историю нашу. Мы расставили все точки над и, по сути, разбежались в тот момент, как я попал на проект окончательно. Вот, то есть знакомый с тобой совсем недавно. И тебе не в чем себя винить, абсолютно не думай так. Ксюш, я учусь контролировать свои эмоции. Бывают такие моменты, да, когда спрашивают мое мнение, когда я бы даже и не высказывалась и промолчала бы, но я понимаю, что я не останусь в стране. Тонь, просто пойми, ты сама, я тебе вчера говорила, хочешь, возвращай. Ты говоришь, нет, нафиг он мне не сдался. Ну, так если он тебе не сдался, тогда не пьешь, ты получаешь собаку на сень. Ну, вот правда. Ну, либо отпусти его уже все и не рыдай. Понимаешь, я понимаю, что тебе как женщина, очень сложно, ты переживаешь развод, он строит новые отношения на твоих глазах, да. Но в любом случае, если ты не собираешься бороться за этого мужчину, ну, и шел бы он лесом тогда, понимаешь, со Светланой Михайловной, с Ольгой Васильевной, с кем угодно, тебе какая разница, понимаешь. Ну, отпусти это все. Потому что, когда ты рыдаешь, тем самым ты показываешь, что, Вась, ты мне нужен, ты мне не безразличен, понимаешь. Ксюш, ну, понятное дело, сказать, что безразличен я не могу, да? Чего ты тогда за него не борешься, если у тебя есть чувство в этой жизни важнее любви, ничего нету. Ничего. Потому что самое сложное – это полюбить и удержать человека. Если ты понимаешь, что ты теряешь своего любимого человека, ну, тогда держи его. Ксюш, я его отпустила. Да как ты его отпустила, если ты рыдаешь, Тонь? Ну, ты рыдаешь, значит, ты не отпустила. Я не рыдала, Ксюш, у меня были слезы, да, но это мои эмоции, я девушка, бывает. Василий, ты можешь как-то прокомментировать ситуацию? Могу, Ксения. На самом деле Тоня не такой человек, который будет бегать за парнем. Вот, я это знаю, прекрасно понимаю. Тоня просто не такая. И никакие чувства ее не заставят это делать. Она девочка в полном понимании этого слова. Есть там девочки, в ком больше мужского, там, есть в ком меньше, в ком больше женского. Она полностью девочка. Вот она не может, видимо, думать иначе. А что по поводу Светланы Михайловны скажешь? Во-первых, мы не выезжали в ресторан, а детки подсуетились. Но в любом случае мы восприняли это очень радостно. Лично я был рад вот такому ходу конем. Алиана, ты была так против вообще того, чтобы Светлана Михайловна ходила на свидание с Василием? Что поменялось? Сама теперь начала им устраивать. Нет, на самом деле, вообще мы с мамой в магазин поехали так. А там вот они оказались. А вы с Васей вообще поехали по-мужски пообщаться? Нет, изначально я была прям против, против, против. Потому что я считаю, что моей маме не нужны тут вообще отношения. И это не стоит того. Потом я немного смягчилась. Может быть, потому что я действительно увидела, что это просто дружеское общение. Что тут как бы нет ничего большего. И тем более, если моя мама радуется, улыбается, то тут в принципе ничего такого нет. Если Вася ухаживает, дарит цветы, еще что-то. Но единственное, что меня смещает, это действительно слезы Тони. Потому что получается, что моя мама как бы вольно-невольно подставляет ее. Потому что как бы ей неприятно, ей больно. Я считаю, что сначала нужно Тоне с Васей решить какие-то вопросы в отношениях. А потом уже Васе как бы общаться с моей мамой. Светлана Михайловна, что скажете? Ну, на самом деле, мне, конечно, как бы по-женски, да, жалко Тоню. И все равно в какой-то степени я себя чувствую виноватой, что ли. Я даже не знаю, как сказать. Но Тоня, я понимаю, она не виновата. Просто ей все равно как бы больно. Любая девушка, которая окажется рядом с Васей, для нее... Светлана Михайловна, получается, я не виновата, он сам пришел, знаете? Ну, во-первых, у нас с Васей дружеское общение. И пока Вася вообще для меня, ну, как бы, мне кажется, и для любой девушки, он еще женатый человек. У него еще стоит печать там в паспорте. И поэтому вообще у нас ни о каких отношениях разговора нет и не может быть. Светлана Михайловна, скажите, пожалуйста, а если в какой-то момент после того, как Василий разведется, он предложит вам серьезные отношения, вы как на это посмотрите? Ну, я пока ничего не могу сказать. Мы просто общаемся, а дальше время покажет. Как морской, морской. А видели, как Вася заулыбался? Конечно, с одной стороны, жена номер четыре вас должно смущать, я вас понимаю. Но с другой стороны, сегодня выяснилось, что по 300 тысяч Василий перечисляет Тоню на карманные расходы. Уж уже раздули. Неплохой вообще вариант. Щедрый парень. Да, Тоня. Ну, а что значит по 300 тысяч на карманные расходы? Вы же знаете, как раздули из этой ситуации. Дело было в том, что была карточка, да, там, когда-то, когда отношения там начинались, там, мы поженились, я не могла там просить деньги. И он так решил эту проблему, он сделал карточку, на которую он клал деньги, да, когда в тот момент, когда я ушла с работы и не работала. Вот, и потом просто по возвращению из Азии у меня были наличные деньги. Сегодня, когда я пошла там снять сумму с карточки, я проверила баланс, да, сколько у меня там денег. Там их стало больше. Он просто, как он сказал раньше, да, он пополнил мне там баланс на карте. И просто кинул денег, так как я сейчас не работаю, там, и чтобы у меня были деньги на первое время. Меня сначала это задело, да, но потом пообщавшись... С первого времени неплохо вообще. Я что-то случайно перевел. В общем-то быть экс-женой Василия тоже неплохо, я хочу сказать. Он сейчас переживает, блин, куда эти ембанки. Кристина. Ну, что Тоня любит Васю, это понятно. Бегать она за ним не станет, это тоже понятно. Вася у нас, зять, есть что взять. Поэтому я думаю, что Аляна поэтому так... Передумала. Передумала, да, потому что не одна девушка тут у нас передумала. Таня Ахулкова когда-то тоже была рада за Васей ухаживать. Я думаю, что... Почему нет? Светлана Михайловна очень красивая девушка, я подчеркну девушка. Я думаю, что все может получиться. Ну что же, никогда у нас за историю проекта не было такого, чтобы мама и дочка строили одновременно отношения на проекте. Посмотрим, что из этого получится. А пока поговорим о Татьяну Ахулкову. Ну а Антонина Клименко снова плакала из-за того, что Василий Тодерико и Светлана Михайловна тесно общаются. Бесишь, я тебе клянусь, ты когда говоришь, ты как Ольга Васильевна. Я тебе отвечаю. Чего это называть? Мне тебя хочется. Реально. Кристин. Я одно и то же не все. Кристин, а у меня одно и то же спрашиваю. Руку ты спрашиваешь, одно и то же. Что я задумала? Где, с кем я задумала? Я потом спрашиваю. А? Ну все, потом спрашиваю. Будем вдвоем. Что, надо туда, слышь, подойти. Что шипалось там, дизяны? Что она там говорила? Про Васю. Что она говорила? Тебе кажется, про тебя, что ли? Нет, что она говорила, спрашиваю. Ну еще, он смотрит постоянно. Ты посмотри, как ты говоришь, он смотрит. Да он смотрит просто обычно на тебя. Тебе кажется уже. Не придумай себе кучу всего. Ну так, почему мне, она мне так говорит. Я не видела, она говорит, посмотри, как ты смотришь. Потому что она подумала так же, как и на нее Никиты смотрит. Как Курт на сметану. Я бы, Лена Михайловна, тут мне по чем. Она вообще молодец. Туня, вообще ты лошара. Я не знаю уже, как с тобой. Как с тобой разговариваю. Хочешь, тогда плать. Так, я не знаю. Сколько музыки поддерживаю? Я не знаю, что ты знаешь, что, как. Все, все в твоей руке. Че, как? Че, как? Красти. Пусть ты саду. Я кричу скишу с головой. Ну ты, Вася, там, голову на плече. Ты же кричала, уходи. Я всегда так ложила головой. Ну ты говорила, он мне бесил вообще. Я кричала, уходи. Я всегда так голову ложила, когда он сидит. Да? Всем, кто сидит рядом был, Астик сидел до этого. Нет, думала, а может, ты с ним там пообщаться хочешь? Узнать там. Так всегда, мне неудобно сидеть, у меня спина. Я всегда так сижу. Муж мне сейчас позвонил. Услышал сегодня эфир. Вот я должна была завтра приехать. Вот. Ну и спрашивали всех сидящих и живущих. Как относится к тому, что я приеду, какие планы. Саша, Леонид, что все говорилось в эфире. Он мне сказал. Ой, не хочу говорить, что он сказал. Он очень расстроился. Даже трубку бросил. А вы же говорили, что он эфиры не смотрит. Ну вот по сегодня сел, почему-то посмотрел. Лучше не смотреть, правда. Как я иначе сказал, лучше не смотреть. Сейчас-то все хорошо, все спокойно. Все вот выяснили. Да все хорошо было, все спокойно. Я не знаю, так расстроился. А сейчас опять возвращался к этому. И вы не смотрите лучше. Мало ли там что-то могли ребята сказать. Это на стройке или где это что-то? Да нет. Здесь, в доме. Что им? Я с Сашей спросила, он говорит, ничего. Говорит, обсуждали планы на будущее. Что его там растревожило? Не знаю. Он не хочет даже говорить со мной. Парай, что он тоже уже. Ну да, я сейчас прямо скупаюсь, сразу спать. Ой, что я знаю. А сколько завтра встану, да? Ой, я так надеюсь. Я сейчас даже не буду входить в интернет никуда. Сейчас книжку начну читать. Да, вот бы книжку какую-нибудь. Ну я тут уехал. Руси у него что-то смотрит. Таран, сейчас мало мужской. А, к Колямбе сидит, приехал. А, еще к Колямбе. Случайно не храпит. Все, давай. Поконим, даже если. Но теперь, когда Алиана видит, что ее мама всерьез начала рассматривать Васю, как своего потенциального спутника, девушка серьезно заволновалась. Ведь Василий продолжает взяртовать с девчонками в общем доме. Вась, расскажи, пожалуйста, что у вас с Исланой Михайловной, как отношения сдвигаются вообще? Потому что Ислана Михайловна, мы все помним, вчера на лобном месте, она абсолютно однозначно сказала о том, что она ждет действия тебя, она открыта. И, в общем, знаешь, как бы старт. Старт, сигнал старт, зеленый свет. Что я вам скажу, ребята, спасибо вам огромное, правда. Я вам так благодарен за то, что вы сделали, Саша, сынок, так люблю вас, правда. Вы такие молодцы. Я даже не знаю, Ольга Васильевна, вы для меня всегда встретитесь звездой моего сердца. Это самое главное. Я скажу, что, вы знаете, вот под таким вот давлением коллектива случилось так, что мы общаемся, и вот наше общение становится все плотнее, ближе и ближе. И я этому безмерно рад. Ну, мы с Васей как родственные души. Нам очень легко общаться, как будто мы знали друг друга, я не знаю, сто лет. То есть мы общаемся, да, я не говорю громко, не заявляя о каких-то отношениях, естественно. Но, с другой стороны, я не считаю чем-то предосудительным, если вдруг у нас с Васей завяжутся какие-то отношения. Но я сказала, что для меня вообще я человек, ну, как бы уже мне не 20 лет. Я не распыляюсь по пустякам, для меня какие-то там интрижки, романы или еще что-то для меня не существует. То есть для меня только серьезные отношения, потому что я как бы уже взрослый человек и думаю о своей будущей жизни. А что будет дальше, я ничего не загадываю, мы просто пока общаемся. Вы бы хотели влюбиться? Оль, я могу тебе задать такой же вопрос. Ты хотела когда-нибудь влюбиться, да, чтобы... Конечно, чтобы голову потерять. Я люблю сейчас так. Да, вот ты сама понимаешь, мне кажется, ни одна женщина не ответит. Да нет, зачем мне, и так хорошо. Мне кажется, есть и такие женщины. Есть такие? Да, и то, что у них и так все хорошо. У них работа, там, дети, еще что-то. Им любовь не нужна. Вам она нужна. Да? Мне нужна. Тонь, скажи мне, пожалуйста, вот твое мнение по поводу этого всего, потому что, ну, ты рыдаешь вторые сутки, значит, срываешься, кричишь тут на всех. Ну, как-то расскажи, что у тебя в душе происходит, и, может быть, это вообще пустая история Васи и Светланы Михайловны. Как ты видишь вообще всю историю? Я не знаю, что в голове у Васи, потому что он сегодня, вчера вечером, там, вот, новая девочка Варя пришла, он так быстро включился, она говорит, а как же Светлана Михайловна? Он говорит, а что Светлана Михайловна? Она говорит, ну, ты ухаживаешь за ней. Он говорит, вот если я буду ухаживать, ну, что-то типа ты поймешь там, как я могу ухаживать, а я типа за ней не ухаживаю. То есть так, это просто мы общаемся, какая ты красивая, о, как ты меня привлекаешь. То есть он уже так переключился на новую девочку. И я не знаю, если нравилась бы ему Светлана Михайловна так, он бы уже какие-то действия предпринимал, да, не скакал бы там с одной девочки на другую, не переключался бы так быстро. А может быть, конечно, он так вот развлекает себя как-то, да, пытается отвлечь. Точка, скажи мне, а из-за Варвары ты тоже будешь плакать? Элина, не буду плакать. Ну, это каждый вечер, слышишь, все дружно, что ты плакать не будешь, но тем не менее. Я человек, я как бы, ну, хотелось бы, конечно, сто процентов, да, вот, контролировать свои эмоции. У меня, к сожалению, этого не получается. Ну, вот сейчас я уже не плачу. Даша, а можно тебя попросить дать некое немножко такое резюме по поводу того, что как все-таки Вася искренне, вот как жена, знающая его, да, все тонкости поведения, характера, как все-таки он относится к Светлане Михайловне искренне, неискренне, игра не игра, и все-таки чего нам ждать? Сейчас я понимаю, что как жена, как человек, там, как девушка, я его, не знаю, для меня открываются сейчас такие его какие-то потаенные, да, вот уголки души, он так раскрывается, причем с не лучшей стороны. Я не понимаю, чего он хочет, да, и кто ему нравится вообще, и почему он себя так ведет. То есть проанализировать ты никак не можешь? Хорошо, спасибо. Ольга Васильевна, я хочу у вас спросить. Вчера, после того, как вы узнали, собственно, что ребята свели ребят, Васю и Светлану Михайловну, да, вы после этого активно принялись соединять судьбы Тони и Васи? Я верю, что у Тони чувства остались, и думаю, что Вася все это делает для того, чтобы, ну, как бы сказать, клин клином выше себя убрать любовь к Тони, но у него это мало получается, и, ну, если получится, то... Ольга Васильевна, а вы считаете, что такая женщина, как Светлана Михайловна, не может нравиться? Почему? Почему она не может нравиться? Ну, вы сказали, что он клин клином вышибает. Ну, он, может быть, пытается вот этими своими поступками, как говорится, заглушить свое чувство к Тони. Если у него это произойдет, то я, например, только буду рада за Светлану Михайловну и за вас. Так же, как за всех ребят, всегда рада, когда получается новая пара. Благодаря вам, на самом деле. Ну, радостно, а не смешно. Раскроюсь. А что, надо было на выезде? А может, нам уйти? Все наши выезды... Да нет, постойте. Просто при вас все-таки выживьте. Сидеть мне, что ничего другого они потом не придумали. Да, что благодаря вам, по сути, как бы, в какой-то степени приняло это решение, правда, я хочу выразить свою симпатию вам, как женщине, не только как человеку, как другу. Просто собеседника, да? Как красивая женщина, это для вас. Спасибо. Тяжело какой-то. И с удовольствием хочу пригласить вас завтра на свидание, это будет сюрпризом. А хотя бы как одеться, что там надо? Мы покатаемся на воздушном шаре. О-о-о-о-о, блин, 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 как здорово. Спасибо. Здорово. Сегодня я тебе что-то не сделаю. Ну, я правда, что... Тихо, подожди сейчас. Тебе ты один раз. Блин, круто. Ну ладно, мы пойдем, почему-то? Да, мы вас подрегляем. Все, папа. Должно же быть тоже у вас наступить женское счастье. Правильно, я не снялась. Сильная ваша вот прям благодарность. Да. Благодарность ваш адрес также, да, хотя бы выразить. Что я здесь все показала, да? Спасибо за то, что вы так правильно реагируете. Да. Согласитесь, красивая женщина. Как вот мне, ну, не, на самом деле, не проявить это вот симпатию? Я, как женщина, я очень понимаю. Я так понимаю, потому что я после первого развода, три года, как, короче говоря, была, я очень хорошо понимаю. Я тоже три года. Антонина сильно переживает, видя новый объект внимания Васи и их общения. А вчера даже расплакалась, что, однако, не помешало ей отправиться с девчонками в стриптиз-клуб. Ты себя сейчас чувствуешь, как довольно росла свободная женщина, или все-таки как нашкодившая еще покажена? Нет, как свободная женщина. Слушай, так этот чувак, который мне танцевал, он мне говорит... Это как, который из четырех. Первый, извините. Первый из пяти. А, первый, который? Подождите, первый было два. А, нет, один, один. С простыней, который на диване. А, который утащил тебя и завалил. Ну, все, мы понимали. Он говорит, типа, после клуба, давай с тобой там, я говорю, тебе накормлю. Чем? Я это так двояко воспринял, знаешь, типа, там, поужинать или что это он вообще? Это он развести пытался, да? Ну, я не слушаю, я не слушаю. Нет, это не, нет. Нет, он просто хотел свое свободное время. Если девушка парню нравится, вот вчера только разговор был, если девушка парню нравится, он не берет, ничего. Диняк. Да, просто общается. Просто, он же вчера, когда выходили, он у кололиста догнал, это же он был. А, говорили, что, а что вы уже обижали? Ну, лончиком? Да. Ну, вот тот, конечно, по карточку, который тебя провожал. Уф, да? Уф! Да почему меня не отпустили? Уф! Да почему меня не отпустили? Ну что, Светлана, ну, наконец-то мы добрались. Я тебя поздравляю. Еще раз, рад, что ты согласилась. Ну, прошу, это, конечно, не китайский фонарик, и слава богу. В корзину, в карету практически. Я очень рада, давай. Открыли, просим, на борт. На борт. Так, раз, два. Куда принимать, где? А куда, ногу? Или прямо туда прыгать? Прям туда можете прыгать. Аккуратнее голову. Так. Окей. Опачки. Опа. Мы оторвались от земли. Ура! Ну, как это, помнишь здесь? До свидания, мой ласковый милень. Да. Это, кстати, наш пацан, да? Да. Ой, как здорово. И как красиво. Какой здоровый. Ура! Круто. Вот и зачем бы ты расплакалась, а? Зайчик. А вдруг мы с тобой поторопились? Чего только? Ты не хочешь замуж выходить за меня? А? Буду теперь ходить в фартуке, блин. Потом с детьми буду. Холостая, жирная по кухне. Плаком. Что ты же пробовал? У тебя мама, твоя мама Мама из двоих детей А я... Мне всего 19 лет Маме 46 А ей какие и сюрпризы И ухаживают за ней Как за маленькой А я, блин, стою целыми днями Возле кухни А это мне 19 И сама же смириваешься, Санечка Ну и все же глупость Любимая, а я что, я тебе тоже вчера сюрприз сделал Это же не последний сюрприз У меня же все хватит Ладно, блин Никакого не конфетно-букетного периода Никаких там ухаживаний, ничего О, блин, за мою маму Моей маме 46 лет За ней ухаживают И на лошадях И то, и все А я сейчас представляю Вера, захожу замуж, все А ты представь, бора-бора Придется котом Придется жернеть Кто тебе сказал, что тебе не надо жернеть? И тогда ты мне сейчас скажешь Какие тебе вообще ухаживания? Нет, подожди, подожди Ты меня сейчас оскорбляешь уже Ты моя жена, все, я тебя добился Мне больше делать ничего не надо Я могу наоборот сказать, что это ты так Глупенькая моя Ты вот сейчас меня зачем Ты думаешь, что мне нужна жерная женщина? Я хочу замуж раз и навсегда Зайка, ты выдержи меня замуж раз и навсегда Я не разведусь с тобой никогда в жизни Я буду тебя любить, холить и лилить всю свою жизнь Ну это ты, а я Ай А ты не хочешь никакую сценку сделать в том, как ты сходила? Вася, нервишки по-третьему Мы все разнадачиваем Да что он, Вася, пусть живет свою жизнь Ну, знаете, я очень не знаю У него хватает сейчас занятий Да ладно Переключился Ну а что, он явно заявил, что это не дружеское общение Сейчас задевает это? Ты знаешь, Варя, нет Вот вчера мне сказали Ты просто так помечаешь Недружеское общение Я понимаю, что он ухаживает за ней Но вот действительно вчера Руся сказала У меня, возможно, организм уже защитную реакцию включил Да сколько Я прикинь, я уже месяц в таком состоянии ходила Я бы на твоем месте настолько забила на эту ситуацию вообще Потому что, поверь, он это делает не потому, что она ему нравится Только потому, что он понимает Это выигрышный вариант остаться на проекте Это, блин, экшен То, что он ухаживает за взрослой женщиной Думаешь? Так, слушай, ну Блин, я уже была тут, и я вижу Я тем более вижу, как он обращает внимание на других девушек, понимаешь? Кстати, вчера, когда он о тебе говорил Там, Варя, симпатичная девушка Ну, что-то он комплименты какие-то говорил Светлана Михайловна вот так сделала Ну, недовольна уже Да, она просто, понимаешь, почему она его держит Вот так, на вытянутой руке Потому что она понимает, что, возможно, он с ней играется Если бы она была на 100% уверена в нем Я уже думаю, она давным-давно его к себе подпустила Но она вчера с такой уверенностью заявила Что кто-нибудь у нее ничего нет А что она будет говорить? Нет, я сомневаюсь У нее или у него? Так Обычную реакцию дала Я вот на твоем месте говорю Я бы вообще настолько бы не обращала на это внимания, поверь Ну, я ее не обращаю Обращаю Просто когда ты перестанешь реагировать, его это будет задевать Нет, вы посмотрите, какой мужчина Импозантный В пиджачке, овачочках Легкая небритость на щеках Месячная уже, не брить Здравствуй, Ольга Слушайте, ничего себе, Василий Можно к вам присоединиться? Я первый раз вас вижу в таком Даже на вы стала разговаривать Нет, я уже сегодня накопался Вась, иди ко мне поближе тогда Эти очки, они помогли тебе разглядеть Светлану Михайловну поближе Ну, Ольгу, я уже давно разглядел Да? Да Слушай, ну прям на себя не похож Вот прям сразу видно, что мужчина встал на тропу ухаживания Сразу в эту дурацкую кепку ушла Какие-то шорты Джинсы, пиджачок О, в качочке В общем, Василий, вчера посыловного места У вас было романтическое свидание здесь Прошло пять часов, и вы уже летите на воздушном шаре Было так хорошо, удивительно просто Ольга, сегодня такой чудесный день Я думаю, что все для нас сегодня было Все прошло удивительно хорошо И очень рад Целовались? Очень рад Целовались? Вам прям все и расскажи сразу Не расскажи Увидите все Все в эфире Увидите Мне не нравится вот эта реакция Ему задают вопрос Он, ну все, видите Такой типа интригу Держит все такое Вот то же самое, что когда с Дашей Всему свое время Подождите, а может быть там было что-то очень интимное Он, собственно говоря, не обязан Там было очень интимное Там было очень интимное Что-то слышишь? Я давно не был настолько вот счастлив Правда, давно не был счастлив Вот как сегодня Как сегодня, да Ну, это ничего не значит Рядом с такой девушкой Сегодня чудесный день Правда С одной стороны, мы за тебя реально рады Да, действительно Спасибо Потому что у нас давно не было таких вот романтических отношений Именно романтических Но с другой стороны, Вась Я знаю, что вчера ты до 4 часов утра не спал И ждал, когда Тоня приедет с выезда А куда уехала Тоня? Мы ездили в стриптизку На самом деле, я не ждал Тоню Я лег спать Единственное, я проснулся, конечно В тот момент, когда кто-то из девчонок ворвался Но я, честно, даже не разглядел, кто это был Я перевернулся на другой бок и сладко заснул И ни в коей мере не хочу подвергать сомнению наш романтик Светланы Мне просто хотелось провести время с этим человеком за периметром И я это сделал Как съездили? Ну, съездили очень хорошо, очень позитивно Плавали на воздушном шаре Нам сказали, что это называется плавание, воздухоплавание Вот, очень понравилось Так Прекрасно Получили сертификат Мы стали графом и графиней Дмитровской В общем, это было в Дмитрове А вы знаете, была такая история в том, что если ты прилетаешь раньше Над какой-то территорией, да, на воздушном шаре Ты полагала, что тебе это потом отдается Так что Дмитров теперь, в общем-то, принадлежит вам и Василию Да, это наше владение Ваше владение, да Руслан Михайлович, скажите мне, пожалуйста Вот я там с Тони разговаривала Он говорил, что Василий, в общем, всегда восхищался женщинами, которые его старше Особенно, если они хорошо выглядят Но не закончится это все только восхищением вами Вот чувствуете ли вы, что он интересуется вами вот прям как женщины И на сексуальном уровне, и что его увлечет Может быть, пытался поцеловать вас Ну, я еще вчера обозначила, что пока у него стоит штамп в паспорте Он пока еще женатый мужчина И то есть вообще никаких разговоров о более каких-то там других отношениях быть не может Но осталось этому штампу неделя А дальше? То есть пройдет неделя И все, и начнутся поцелуи Отношения Вы объявите себя парой Нет, этого не будет Я же сказала, на проекте отношения я строить не буду А где? За проект будете выезжать? Нет, я уйду с проекта Вместе с Василием? Нет, скорее всего, если Василий меня позовет уйти, я уйду А куда? К себе? Сюда? В Москву? Ну, это уже надо у Василия спросить, не у меня Ну, то есть прям серьезно То есть если Василий, как только ему что сейчас надо? Вот через неделю они разводятся и? Ему ничего не надо, я не буду говорить, что ему делать Это пускай он решает сам И как будет, так и будет Я не люблю торопить события Что-то говорить и забегать вперед Ну, если он скажет, Свет, пойдем за мной Я подумаю Я тебе просто хочу сказать Что женщина, которая уже, ну Ну, назовем так по-русски 45, баба-ягодка опять Вот отсюда начнем говорить Женщина в этом возрасте, она Когда она расстается со своей первой любовью Когда остается одна Она настолько В поисках, даже в мыслях Найти настоящего мужчину С которым она может быть По жизни вместе Вот как мы со своим вторым мужем Живем уже 30 лет То есть вы хотите сказать, чтобы я не зашел слишком далеко? Да, Вася, если у тебя будут Действительно, ты поймешь, что Светлана Михайловна Начала влюбляться А у тебя не будет ответных чувств Таких вот, чтобы идти до конца в жизни Валя, Вася, ты смотри Вот я тебя предостерегаю Потому что ей будет, знаешь, как больно потом Это я знаю очень хорошо Она взрослая женщина Она знает, что делать И я знаю, что делать Спасибо вам, конечно, за совет Спасибо огромное В общем, короче говоря Или чтобы было хорошо Я вас понял Или вовремя остановиться Вот так Я вас понял Ой Ой, страшно Жиза ее увлекся Да и все, что там Они с Алисой расстались-то? Нет Нет? Нет, они сегодня полюбились Что они будут друг другом О, смотрите Вы хоть Алисе скажите Да, Джозеф Я могу, даже знаешь Не бесите меня Сейчас ремень даст Я тебя по попе сейчас пошлю Жиза, еще раз так будешь шутить Ты ко мне вообще не придешь Понимаете, сказала Шутки, знаете, я понимаю все шуточки Но, блин, ребят, что-то не надо А то я ударю Не подмазывается тебе Давай руку, пошли Все Вы не ему говорите Ольга Васильевна Вы Алисе скажите О, Никита Пойдем в зале Ольга Васильевна Ну, пожалуйста Ты сегодня в зале не придешь Ты, если я тебе доказания даю Ты мне сказал, что ты хочешь Ура, ты бля Пошли, пошли Что? Васильевна, давайте попозже к вам приду Хорошо, Васильевна Все бабы-супки Особенно, когда трогают наши Как бы не было Это твое Ты два года прожила с этим человеком Это не отнять Это вот все равно здесь сидит Ты включай, сука И не будь вот этой Я буду с тобой просто Ну, все-таки И сукой тоже Ну, по-хорошему А ты что имеешь в виду Вот быть сукой? Что ты вкладываешь В смысле? Он должен понимать Вот здесь он улетит С всеми ситуациями А если не отталкиваться от него Вот я сейчас начинаю новую жизнь А как ты не будешь Отталкиваться от него Извини меня Если у тебя любая эмоция Вот здесь он начнет целоваться У тебя на глазах Ты хочешь сказать Ты не заплачешь Ты заплачешь, мать Заплачешь Потому что с этим Невозможно бороться Понимаешь? Если, допустим Вот, например Ты должна Ну, я по-твоему Покажи Ту Скажем так Тот статус Который ты здесь завоевала То уважение Которое у тебя здесь есть Покажи о том Что он может Конечно и проголосует В одиночку против тебя Но в какой-то момент Например Может быть такая история Что ты соберешь заговор И мы проголосуем все за него Понимаешь? И он испугается Может быть он никуда и не уйдет Он испугается Он будет очень комфортно Потому что он почувствует твою власть Вот я тебе говорю На мой бы характер Вот прямо с девкой Можем договориться Вот ближайшее голосование Прямо можем пройтись по нему Я тебе уверена Он офигеет Прям в тихушку это сделать Он офигеет Ты можешь себе представить Насколько Это же я тебе говорю Я понимаю, что он не уйдет У него будет иммунитет Уйдет, не уйдет Дело третье Ты представь только его лицо А когда он понимает Что против него много голосов Это первое А второе Он понимает Что за все это истории Стоишь ты И с улыбкой Мать, ну Я же не могла за ребят зачеркнуть Они сами приняли такое решение И черт возьми Ты с тобой будешь права И для чего это? Чтобы по носу щелкнуть Чтобы не расслаблялся А мне надо его по носу щелкнуть? А почему нет-то? А что ты сюда пришла-то пойми Ты пришла-то что? Он тебе, извини, меня по носу Постоянно щелкать Он меня не любит, Элен Опять она за это Плевать Все можно в жизни выкрутить так Что будет в свою пользу Просто главное время Выдержка и правильные ходы Я песни сочиню Тихо, иди сюда Послушайте, я песни сочиню Пойдем сюда Сейчас Я пришла На телепроект Дом-2 Хоть и без этого Счастлива была Думала Зато я тебе про хренья А вот вы Все это дико И вдруг стала Светлана Тедерика Супер Светлана Тедерика Это так звучит Мне нравится Вася Тедерика Бородатый Молчи Круто Слышишь Слышишь, ты не обедал Давай Василий Ты сегодня зашел на стройку И создал некую интригу Такую Ты сказал У нас там была Некая интимная ситуация И обсуждать я эту ситуацию Не собираюсь На высоте 400 метров Мы это сделали Это что, прости Я снял с себя пиджак Отдел его на Светлану И приобнял И ради этого стоило Женщину Извините меня На высоту 450 метров Запускать Стоило, Ксюша Каждый день Ты нас прям удивляешь Понимаешь Что ты заваливаешь Варьку у нас там На диван Да, в общем-то И происходят такие Детские шалости между вами Да, она меня заваливала Да, да, хорошо Она тебя Вот А со Светланой Михайловной Прям Ты прям вот Очень галантный Очень тактичный Очень чувственный В общем-то Хочется понять Что тебе нужно На самом деле Шалости такие Детские Или вот тебе Нужно каких-то Таких взвешенных Взрослых Отношений Светлана Именно такой человек Хочется быть Таким человеком Галантным Ухаживать Хочется Оказывать знаки Внимания Так Что там Произошло Сегодня Скажите, пожалуйста Воздуха свежего Наглотались Как-то медленно Разговаривать Василий Ксюши Наглотались Правда Нет Но впечатлений масса Была погода чудесная Как-то Вот мы поднялись Над всей Вот этой суетой И посмотрели на мир Другими глазами Нам вручили Грамоту В которой указано Что мы стали Графом И графиней Дмитровскими Я безумно счастлив Вот сегодняшний день На самом деле Доставил истинное Наслаждение И удовольствие Так, ну давайте Теперь с радостью Спросим у графини Может быть она готова Уже В общем-то Для ответного Какого-то шага В адрес Василия А то все он Да он Или недостаточно Проверок Светлана Михайловна Ну я никаких Проверок не устраиваю Я Просто пока Принимаю Ухаживание Васи Это уже Его решение Дальше продолжать Или остановиться Или переключиться На кого-то другого Хорошо Я предпринимать Ничего не буду Варвара Я просто хотела сказать Светлана выбрала Такую тактику Потому что она понимает Что возможно Он Ну соскочит Что ему на самом На самом деле Нравятся другие девушки И Вася У нас только Тактика Ее устраивает Я видела Васю Какой он может быть К девушкам Да он Блин он Ну он по-другому себя совершенно ведет Я не говорю Что Светлана Не может не нравиться Это ну Полный бред Да Она привлекательная Женщина Но я вижу Лезть просто В его движения Я считаю Что он врет Вот и все Варя пытается Сказать нам На своем Полурусском Немного Странном языке О том Что Вася Может и за попу Ущипнуть И если мы помним Ситуацию с Дашей То после знакомства С девушкой Буквально Минут через 15 Они уже целовались А со Светланой Михайловной Видите У него Какая модель поведения Совсем другая Ну как бы С одной стороны Я думаю Что это должно Льстить девушке А с другой стороны Я думаю Что Светлана Михайловна Должна задуматься Почему это с ними так А со мной по другому Может быть Она ему Не совсем нравится Просто он действительно Выбрал такой Длительный вариант И совсем Чтобы Тоня Совсем себя уже Истерзала Блин Почему он выбрал Светлану Михайловну Чем же я хуже И она себя должна Сидеть и ковырять Каждый день Почему она Почему не я Она ведь старше меня В два раза Мне вообще кажется Что в принципе Васе вообще никто не нужен Потому что Он как-то и там И сям Хочет усидеть Не знаю На двух стульях Но такого не получится Не кажется Что Светлана Михайловна Так подвлюблила Вот Я же хотела сказать Просто он Светлане Михайловне Видит такую отдушную Ему приятно С ней разговаривать О чем-то О высоком Я не знаю А с другими девчонками Он как-то бегает Флиртует За попку Одну Вторую Третью Вот Вась Просто если ты будешь Так распыляться То ты всех вообще В округе потеряешь Вот А Светлана Михайловна Вот я вижу как бы даже заинтересованность Вы прям так смущаетесь Светлана Михайловна Скажите пожалуйста А не смущает ли вас Что коллектив Практически не верит Василию Нет Меня совсем не смущает Мнение коллектива Каждый имеет право Иметь свое мнение Я просто Доверяю своей интуиции Она меня никогда не подводила Поэтому И насчет всяких Щипков за попку Извините Я не знаю Чем девушке можно гордиться Если ее Парень там Ущипнул за попку Или подержал за Каждому свое Знаете Каждая девушка Получает такое Обращение Или какое-то Внимание Какое она заслуживает А что вы чувствуете Светлана Михайловна То есть Василий Что по отношению К вам испытывает Как вам кажется Вы говорите Я вот все чувствую Что вы чувствуете Ну то что я чувствую Я оставлю при себе Хорошо Может быть тогда Василий скажет Что он испытывает Ну и защититься В общем-то От коллектива Василий Потому что Практически Большинство мнений Вас покусали Вы знаете Ну мы же в коллективе живем И как бы Мнение большинства Даже Ребят Ну не совсем Мне интересно Поскольку я знаю То что я знаю То что я испытываю То что я ощущаю Внутри То что я чувствую Это самое главное Для меня И вот тот контакт Который Происходит Происходит У нас С Светланой Он Перечеркивает Вот все Вот эти Негативные Высказывания В наш адрес